сам кабель даже не помню полтора метра или метр брал для чего хочу попробовать не знает никто как ими пользоваться мышка будет сюда подключаться или нет сейчас буду пробовать вообще это для дисков для usb носителей всех вот видите какой переходник на нестандартный микро вот мы шага никаких движений в ноутбуке не происходит должен драйвера устанавливается такой маленький переходничок теперь пробуем почему покупал этот если все нормально принципе тут у меня один выход micro usb хочу попробовать если мышка будет работать никто не знает у кого не спрашиваю никто не знает никто с этими кабелями если мышка будет работать поддерживать будет значит закажу маленький micro usb переходник usb micro usb micro usb 30 закажу и на usb выход чтобы подключать сюда мышку чтобы здесь зарядка когда зарядка мышка нельзя пользоваться так будет два рабочих usb порта вот ставим ничего не работает капель не рабочий вставил для мышку никаких движений кабель не рабочий так ждал так ждал вот такая мышка заработала что интересно вот это интересно блютузовская не заработала проводная заработала так теперь все будете знать что еще раз попробуем беспроводную так без проводная получается ребята работает вот проводная мышка реально сейчас я тебе взяли группа я подключил все отлично все работает отлично странно видите никто не знает у кого не спрашиваю вроде без специалист так все работает отлично работает отлично проводная работает но давайте еще раз попробуем уже что то загрузились загрузились, вот опять вставляем. О, все, заработало это. Так, ребята, работают мышки и та и та, да, ага, все, все, значит, или драйвера устанавливались, или что-то такое, в общем, рекомендую, у кого один порт microUSB на планшете и есть USB 3.0, можно пользоваться как мышка. Для чего нужен второй порт? Когда зарядка идет, тебе надо смотреть, нужна мышка. Вот, все, все поняли? Так что, можно теперь есть вот такие же, которые я находил на Алиэкспрессе, переходнички. Покажу сейчас, чтобы знали. Вот такой переходничочек, как этот, только тут USB 3.0, а с этой стороны мама есть и папа есть на обычной USB. То бишь, теперь спокойно можно заказывать и переходник, и пользоваться двумя USB-портами. Потому что вот этот маленький microUSB, да, во-первых, никому не советую, вставлял сюда, для экономии, чтобы не разболтать, его не вытаскивал, а получается, вот, вот он, а получается, я не сэкономил, а оно в сумке разболталось, и теперь зарядка чуть-чуть надо шевелить, чтобы шла. Мышка эта все работает интересно, хорошо. Так, вот, демонстрируем. А зарядка чуть-чуть притормаживается, все, видите? Теперь можно и туда, и туда подсоединять мышку. Как бы проблема убралась. Это для тех, у кого два разъема USB 3.0 и USB простой. Все, мышка и там, и там будет работать. Убираем это. Так, вот еще раз показываю этот разъем. Я думаю, важно, потому что у нас мало еще на Украине. Вот он, вот такой разъем. Вот он, интересный. И с этой стороны ноутбука, вот он. Так. Плохо видно, плохо видно, нема чем подсветить. Вот, вот здесь вот он, USB 3.0. В общем, заказывайте смело. Переходники. И будет один для мышки у вас, а второй я заказал еще один. Магнитный. Сюда вставлю, посмотрю, как он будет действовать. Сниму еще видео, покажу. Смело заказывайте переходник. Вот, это вот у меня мама-мама. А вы с одной стороны закажете USB 3.0, вот такое оно интересно. А с другой стороны или папа, или маму заказывайте, какой там вам будет удобно. Ну и все, проблема решена. Все, всем удаточного дня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, узнавайте новинки. Пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк, кому понравилось видео. Всем до свидания.